всем привет с вами снова я не агарова пятая глава у нас гектор алькасар добираемся с тюрьмы все кричат конечно тоже хотят мы их с собой не берем здесь замел жирей никогда нам нужно идти быстро убили охрану давай давай за тобой лично перебили эти люди садисты мы избавим мир от них он тоже сказал господи давай помнишь как надо стрелять ну как нибудь вспомню абонтодес ласт поэртас гектор тут же вспыхнет настоящий бунт именно она может они сами всех перестрелять я кажется помню да удержим они немножко подранили я с них еще и патрончики заберу ну вообще такая паника а массовый побег они открыли же все а подожди да что ж пока да дайте я восстановлю здоровье ай все положили ладно мне патрончиков надо немало всеми лукаться давайте нам пройти и мы вас пощадим как хотите передайте всех ага ну они короче хорошие парни сами справляются планы работают да вижу планы у них работают ух ты смотрите что у меня есть ну и о чем мы там договорились ой 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 подождите господи я не успела я в порядке понятно таков план у вас о чисто подождите что там отлично ух парни парни вы меня ждете нет нет конечно они меня не ждут вау так подожди я спасибо тебе патроночки заберу у него неожиданно он так напал чтобы сменить что да не у меня нормально все с крючком что же тут нужно подогревать так удерживать ну что я не знаю там вроде у меня больше патронов да не я конечно иду потом в процессе но мне вот это понравилось что 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 так они что не что что но так патрончики патрончики спустимся мы бы не справились опять прячься а ой ай да дайте с обстрела а один есть сверху бегать а 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 патронов мало а а а а а а ну чё ребят долго оно будет ещё мне нравятся наши новые друзья там столько оружия осталось прикрывает хорошо и дима укрытие студия отстреливаться так сверху ага ой-ой-ой-ой украина 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 короче капец тюрьма то украина придется очень долго восстанавливать все отстраивать заново не надо сажать наркобаронов правильно правильно что сделала так золя меня походу застрелили почему-то заново началось а украина украина укрытие тюрьмы чайные ребята они просто вытащили своего шефа наркобарона и разнесли всю тюрьму нафиг и распустили все кто там сидел ага держи пей нет нет спасибо мне сейчас ничего не надо давай ты обезвожен пей спасибо куда теперь пойдет Сэмюэл Дрейк да куда же я теперь приму ванну сплю в настоящей кровати может подцеплю себе хорошую бабенку и найду своего брата по-моему неплохое начало да ты прав ну а а сколько могут занять поиски сокровища Генри Эври о я не знаю нужно добраться до штатов а там видно будет сколько ну я пока еще не начал ему нужна конкретика ну ты же знаешь где оно ну да знаю просто слушай Эври же не оставил нам карту с большим красным крестом ясно но у меня есть хорошие зацепки ну так так погоди погоди эй 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 тихо тихо ты мне нравишься я если ты будешь самый самый ближайший город в десяти километрах туда в сторону солнца ха 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 давненько ты не видел восхода солнца ну а что вы меня не подкинете как мне тебя найти потом потом не бойся придет время придет время я сам к тебе явлюсь за своей долей ну тут уже как бы хочешь не хочешь сделаешь все чтобы найти вот алькасар меня отпустил и и я здесь плохо делом ну мы просто пойдем по тому же следу и по следу сэм да нет никакого следа когда мы с рейфом удрали он купил всю землю вокруг собора святого дисмоса на папочкины деньги мы там все прочесали сокровища эвери нет хотя рейф вот не сдался все эти годы копает придурок ничего не накопал я не удивлен в смысле ну я я просто тоже немного покопал ну и но вряд ли у рейфа есть это крутая штука интернет такое можно найти просто крест святого дисмоса просто тот что мы нашли был разбитый и пустой внутри оу а это целый эвери сделал их несколько да чего не было в том что мы нашли в панаме наверное наверняка до сих пор есть в этом угу ну круто и где же он этот истинный шедевр пустят с молотка через три дня в поместье россии поместье россии что ты о нем слышал ну да как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион ну приглашение не так уж необходимо правда а где ты возьмешь денег чтобы перебить все ставки я могу перезаложить дом и все равно этого не хватит чтобы а ясно ты его украдешь не я а мы что нет нет сэм я не могу я завязал что нет все я больше такими вещами не занимаюсь и потом у меня полно контактов которые гораздо лучше с такой задачей справиться это кто ну не знаю вот о господи да хоть чарли кат нет вот к нему я с этим и пошел нет ни в коем случае я не доверю чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь ясно мне нужен ты ну должен же быть другой вариант у меня слишком мало времени с алькассаром нельзя шутить да выбора нет у нас милая это я да слушай ты не поверишь джеймсон только что привез разрешение да да знаю знаю но в общем похоже я все таки лечу в малайзию набрал ну да не могу же сказать что моего брата дева с наркобороном его грохнут если что очень скоро мы должны выкрасть кое какой предмет что там видно да да ну как водится шайка благородных жуликов при полном параде и пока никакого салливана но время еще есть хранилище у них находится в доме за тем особняком тебе оттуда видно только самую верхушку вот бы поглядеть что они там прячут нам нужен только крест пирата эвери не уж то не хочется принести жене безделушку смешно не усложняй ладно понял было бы не так сложно быть мы с тобой вдвоем сэм мы б уже туда пролезли вопрос как а ты хоть придумал запасной план на случай если салли нас подведет он не подведет а если его поймают сэм он знает хозяев аукциона сейчас он там со всеми раскланяется поднимется наверх и откроет нам окно все схвачено ну ну так короче говори прямо а если он смоется с крестом да никогда в жизнь виктор салливан мы об одном человеке говорим да он подставлял напарников но не нас но не тебя у вас не всегда были разногласия мягко говоря но я ему верю как себе он не родной нет нет слушай я хочу чтобы ты ему поверил ладно он все сделает как надо рано или поздно но надо же на всякий случай подготовиться и к тому что делать если не видишь верь когда говорят все схвачено смокинг не запачкай там обязательно все пойдет на перепосяк нам нам к тому окно кто был когда-то вором что так подожди куда ты где-то и я так осматриваюсь вообще да иду-иду классно я не знаю что это поместье наверное да круто прямо не верится я на свободе с тобой в италии а мне тоже если только над нами не висела это проблема зачем он так пошел проблем тут еще ты что здесь не в первый раз нет в треть бывал по делам ясно ой хотя можно было и не цепляться ладно о смотри ка ну близко так классно все в цветочках бегают на нос и не залезешь да а идея есть у нас эй вон там внизу балка веревку зацепишь а ты сомневаешься легко смотри ну смотрю ой промазал делаю движение чисто видишь да неплохо для второй попытки так ну вперед так так мне нужно тут раскачаться да если можно дотянуться то проликай слушай они же не о том чтобы туда прыгнуть а подожди подожди я могу я могу вот сюда потом туда перелезть на балкон наверное вот так а так я качаюсь там не там где надо короче ну вот так подожди туда как мы туда прыгнем вниз ну-ка я не вижу где бы он там мог зацепиться ладно давай попробуем а он и не прыгает кстати то есть вниз стало быть так ага еще так и куда теперь ну вот я тоже смотрю куда теперь можно зацепиться вон за ту балку да ладно ты хочешь сделать это в прыжке хорошо на я попробую поменяемся местами лезь через меня я держусь ладно ты пойдешь бросать ну поехали а хорошо что не я с первой попытки я уже собиралась прыгнуть давай найм ты можешь спуститься и перебраться сюда я сейчас спуститься и перебраться ладно договорились вот так тихо главное не торопиться все верно чуть-чуть там далеко спускаться так еще сюда сюда давай 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 вот так все отлично подожди ой господи есть так разбегаемся научимся воровать слушаю это что как то ага мне показалось что не достанет так подожди-ка подожди прямо на дерево и так удерживайте чтобы раскачиваться подожди не в ту сторону ты раскачиваешься так и а тут такой висит не залазит без меня господи а ужас господи подожди спират сутку и по на с комиссии аппетита ингильтерра трагедор так у нас так понимаю оружие то нет понятно почему то не лез грушу или что то лимоны лимоны пушки нам не понадобится все пройдет в плане хорошо если так классно пошли они тут видите лимончики собирают ст только лет в тюрьме больше всего скучаешь по мелочам каким запаху лимонов по мотоциклам мелочи но они накапливаются вы только на это посмотрите вот на шарту ммм как здорово красота яхты так почти уцели не совсем ну зайди уже хочу осмотреться инструменты разные а как же здорово сделана игра я вот просто не перестаю кайфовать на самом деле получаешь такое удовольствие играя вот именно да так мне туда да окей раз поехали еще разок ох какой то цепкий так подожди мне туда да ага шмяк да я знаю Вы были моложе-моложе. Рисунки на холодильнике, кажется. Так, подожди, что ты предлагаешь? Ты прям... Я тут ведь не могу залезть. И? Не вижу ни одной зацепки. Попасть. Да. Ну, он ничего не говорит. Попробую вернуться. Делать-то. Как-то отсюда посмотреть. У него главная веревка, но тут не за что зацепиться. Так, подождите. Ага. Я вижу, как туда попасть. И там уже наверх. Ладно. Хоть бы сказал. Типа, ну, иди посмотри, догадайся сам. Ладно. Хорошо, что мы пошли обратно. Так. Ого. Прекрасно. Так, подожди. Аккуратненько. Да-да-да-да-да-да-да. Продвигаемся. Сам перестал со мной общаться. К чему-то. Подожди. Хоть бы сказал. Нейт, он какой-то молодец. Я бы ни в жизни не догадался. Так, погоди, погоди, полегче. Дотянешься? Черт! О, господи. Ты живой там? Да, порядок. Конечно, порядок. Камера интересная. Ракурсы такие выбирают. Такс. Какое же огромное поместье. И выстроено прямо, вот смотрите, на обрыве скалы. Знаете, шикарно жить в таком месте. Так, дальше ты куда? Плохо будет, если промажешь. Это да. Но я не промажу. Ой-ой-ой. Мистер самоуверенность. Скинь потом веревку, жду. Держись. Поехали наверх. Как интересно, лоза еще все так оплела, как, кстати, обросла. Спасибо. Нейт? Нейт? Что? Да. У нас немного странные костюмы для этого места. Хе-хе-хе. Остерее одеться. Так. Все нормально? Да. Круто выглядеть, он. Ну все 400 миллионов. Да. Нашли. Солинят. Ладно, иди первым. Если нас тут встретят, ну типа... Решли. Соли? Решли. Знаете, чем хороши вечеринки у наших коллег? Чем же? Курить можно где душе угодно. Давно не виделись. Это уж точно. А вот и мой погибший братец. Виктор? Чтоб я сдох. Пятнадцать лет. Ага. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Идем. Сейчас покажу. Я же говорю, без нюансов не бывает. Вот, смотри. Это крест, а вы? На столе. Да, буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут десять-пятнадцать. Ну, нам же надо его стащить. Есть небольшая проблема. Пятьсот с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну, я не знаю. Надо что-то придумать. Пожарная тревога. А если не увидит? Это как? Ну, ей-богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключи свет. Ты знаешь, где у них тот рубильник? Тут вентиляция, электричество. Огромное здание. Я бы там заболелась. Надо залезть туда, вырвить свет и стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом. Не выйдет. Мы так близко не подберемся, нас заметят. Неплохая мысль. Гениальная мысль. Это сработает. Так, значит, я иду к рубильнику и выключаю свет. А я официант. Ты крутой карманник? Да. Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщай. Ну, хорошо. Ладно, шансы еще есть. Готовы? Готовы. Так, пошли за мной. Через подвал срежем. Пошли. Виктор. Извините, простите. Да, мы в таких красивых платьях вечерних. Нам бы где-то раздобыть одежду официанта. Там одежда-то на женщинах. Не влезет ведь сэм-то. Так, так, так. Народу-то сколько у них? Большие торги. Подвал в той стороне. Пошли. Готовое местечко. А, вот мужчина есть. Подожди. Смотрите, какая статуя. Вау. Из чего она, интересно, переливается даже. Это здесь. Так, поехали. Угу. Черт, заперто. Только что открыто было. Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, еще другой путь. О, как вовремя. Не закрывайте. Нам карточка нужна. Ключ карта. Карточка в левом заднем кармане. Ага. Сейчас. Эй, стоп, стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно. Так. А мне что как-то сделать? Подожди. Это странно, что я хожу за мужиком и цельюсь к его заднице. Подожди. Ай. Что он мечется? Встань ты на одном месте. Постой здесь. Ну что ж ты не схватил-то? Почти, да. Стой на месте, а. Поразит такой. Поразит такой. Давай. Черт. Да что за проклятос? Подсказать, чувак? Я пока примиряюсь. А может лучше давай по старинке? Я отвлекаю его, а ты вводишь ключи. А? Да. Ага. Их. Так, подожди. Ты отвлекаешься, а я что делаю? А где вообще этот чувак? Шумпусика прихватил такую себя. А, вот он. Блин, он еще встал так. Ну, развернитесь, что ли. О, да. О, да. Стой, не двигайся. Все, карточка у меня. Есть. Так. Такой поправил. Манжеты. Все. Идем, наконец-то. Но у меня один раз чуть не получилось. Я не знаю, как работают. Реально сделать это без брата? Так. Ладно, была не была. Наверное, реально. Это нам понадобится. Хорошо. Удачи. Будем на связи. Это что у нас? Привет, Виктор. Знакомый? Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Наид, ты это слышал? Интересная дамочка. Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да. Причем не кто-нибудь, а Надин Рос. Надин Рос? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да. Пошли. Готов, как пионер. Пошли. Где тусуются официанты? Давай выменим одного из кухни. Пошли искать кухню. Понял. Да тут еды на целую деревню хватит. Надо его еще как-то незаметно вырубить. Что такое? О, там кто-то идет. А можно было открыть дверь, наверное, и спалиться. Потому что там была кнопка. Еще что. В схеме тут решетки нет. Ну, надо. Мы попали, да? Сапер-то, конечно. Ладно, план Б. Подожди, я тоже подергаю. Действительно. Я же говорил. Ну, мне еще интересно. И вапер-то. Ага. Хе-хе. Ага, такой. Ммм. Сколько у них тут вина всякого. Туда? Да ты шутишь. Ну, ладно. Посмотрим, как дальше провернется это дело уже в следующей части. Спасибо вам большое, ребят, за просмотр, за лайки. И до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok